Я не знаю, кто скрывается в интернете под псевдонимом АнтиКолорадос, мне это в принципе не важно, потому что я делаю то же самое, но это автор, который очень интересно пишет, его тексты чаще всего вы могли слышать на канале Самый Сок. Но вот эту его статью, я считаю, должны услышать как можно больше людей. Итак, на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского, вот ее текст. Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своем было протестным голосованием. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров. Однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. Первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, вы начали приписывать народные воли собственной прихоти. Происходит недопустимая ситуация, когда слуга народа не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированным в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины. Понятно, что в данном случае практической ценности от этой петиции ноль. Похоже на то, что за несколько часов она соберет пороговое значение 25 тысяч голосов и пойдет брать абсолютные рекорды этой программы, если ее не отключат, конечно, поскольку уже сейчас там собрано около 12 тысяч голосов за несколько часов. Причем там предусмотрена аутентификация голосующих, что исключает возможность двойного или машинного голосования. Но тем не менее, даже если, а вернее когда, петиция соберет рекордное количество голосов, слугу народа с банковой дрыном не вышибешь, хотя он и обещал самостоятельно уйти в отставку в случае нарушения закона или, когда народ, чьим слугой он себя называет, попросит его на выход. Понятно, что этого никогда не произойдет и предвыборный развод лохов уже прекращен, никому не нужен. Так что игра закончена. Тем не менее, текст петиции выписан довольно интересно и правильно, а потому вот за эти эстратные ужинки, о том, что свои желания он выдает за желания 72% избирателей, сейчас будут разбавлены самым быстрым и непосредственным образом. Наверное, это важно тем, кто не понял, что произошло в Украине и почему у Зе, который даже не потрудился слепить хоть какую-то предвыборную кампанию, оказалась такая высокая поддержка. Вот сейчас будет дан на это ответ. Проголосовал протестный электорат. А протест обеспечил телевизор. А телевизор был в руках Москвы. Да, были ошибки и недочеты команды Порошенко, но они были по своей сути и объему несущественными на фоне тех очевидных достижений, которые увидели все и везде, за исключением тех мест, где на полную мощность работал российский или пророссийский телевизор. С этой точки зрения петиция сделает и уже делает свое дело. 100 голосов в минуту – слишком высокий темп для президента, который размахивает своими 73%, как будто делает это на сцене у рояля. И это лишь четвертый день его пребывания. На дыбы начинают становиться уже слишком многие, которые поддались протестному порыву. Ветераны уже отметились и, похоже, не будут сидеть сложа руки, а вот именно здесь, прямо сейчас, на четвертый день отмечается гражданское общество. А что будет на десятый, двадцатый, пятидесятый день – посмотрим. 11 тысяч голосов за 35 минут, пожелавших отставки Зеленского. Быстрее летают только ракеты. Антиколорадос. Хочу отметить, что новый президент Украины уже дважды нарушил Конституцию Украины. Первый раз, когда решил распустить Раду, это оказалось незаконным. Депутаты Рады с этим не согласны, и, насколько я понимаю, господин Порубий хочет подать в суд на это решение Зеленского. И второе, когда во время последнего форума или форума айтишников он, выйдя, поясничая, всю дорогу говорил на русском языке. То есть, это президент Украины. После принятия закона о единственном государственном украинском языке, президент страны Украины говорит на языке агрессора. Ну, вдумайтесь во всю абсурдность этой ситуации. Я не могу себе представить, что в Германии выбрали бы канцлера, который вышел бы и перед немецким народом начал говорить на французском языке. Это исключено. Президент, первое лицо, он обязан говорить на украинском языке, особенно во время проведения подобных открытых мероприятий. И нет никакой отмазки и никакого объяснения, почему он продолжает говорить на русском языке. Не знаешь украинского, не хочешь разговаривать на нем, не можешь выучить. Тебе не место в роли президента Украины. И он, и его дети, его семья, его жена, все должны демонстративно говорить на украинском языке, как это делал Петр Порошенко. Не просто говорить, но и пропагандировалось этот язык, потому что он президент не России, а Украины. И украинцы должны привыкать к тому, что у них один свой собственный, самобытный, красивый язык, которым стоит гордиться. А те, кто еще не нашли любовь к этому языку, как говорится, вокзал, чемодан и к соседям в Россию, там вас никто на украинском говорить не заставит. В этом вопросе нужно придерживаться принципиальной позиции. А сейчас посмотрите, как поясничал этот факинг-президент. Почему факинг? Да потому что первое лицо, олицетворяющее сейчас Украину, позволяет себе, не подбирая выражения, видимо, он берет пример у господина Трампа, за что его беспрерывно критикуют. И в этом смысле показывает только полное отсутствие политической культуры. Спасибо большое, всем привет, добрый вечер! Доброго дня! Доброго дня, это я немножко заработался. Я, конечно, в шоке, сколько вас. И сколько у вас телефонов. Да, это круто. Действительно, очень крутой у вас форум. Я, честно говоря, впервые здесь. Привет, Саша! Всем привет, спасибо. Очень приятно, что меня пригласили. Конечно, до меня уже выступил Мишка, поэтому, да? Спасибо тебе большое. Съел наш хлеб общий, ты все рассказал. Но, вы знаете, во-первых, хочу сказать, что вы действительно iForum, у всех качественные мобилки. Да, это самые дорогие фотоаппараты, как я говорю. Вот, вы знаете, честно говоря, здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Я там три дня, а тут настоящие живые люди, так что спасибо вам, что позвали. А погромче! Да, да, вот, вы знаете, я хочу, во-первых, я хочу попросить прощения за вот эти рамки, которые там установили. Я узнал о них. Да-да, извините, пожалуйста, по поводу того, что вам пришлось проходить через эти рамки. Я думаю, что вообще рамки, которые появились здесь, на iForum, это очень символично. Уверен, что среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу этим рамкам. Это очень неплохой стартап. И я вам даю слово, как президент Украины, до сих пор не могу привыкнуть, что я буду первым заказчиком этого стартапа, так что кто-то может разбогатеть. Вообще, вы знаете, говоря про инновации, говоря о политике, Федор уже начал говорить про нашу успешную компанию, или все уже сказал. Я хотел бы вам сказать, что, в принципе, чиновники, политики и инновации, это абсолютно два разных мира. Как правило, чиновники используют четыре слова. Инновация, диджитализация, ну кто может произнести, конечно, это слово. Вот. Гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов, они, как правило, говорят, вот, мы все сказали и надо что-то менять. И вот. И вы знаете, я вам честно скажу, просто как человек, даже не как президент, просто как человек, что такое инновация вообще вот в этой узкопрофильной политической факинг-отрасли? Что такое инновация? Что делают великобританцы? Пожалуйста, они показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них Роттердам минус, другими словами, у нас Роттердам плюс. Отсутствие банковской инфраструктуры, реально то, что у нас происходит, можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной, увы, логистики. Надо идти к дронам. Что нам мешает? Действительно, такое ощущение, люди, которые нам мешают, их надо назвать что? И еще, этот президент, который размечтался о новых технологиях, о введении инфраструктуры для электромобилей и еще множество сладких обещаний, хотелось бы сказать ему, господин факинг-президент, может быть, для начала построить хотя бы одну ветку украинского автобана? Я вот тут читаю, что в прошлом году собрались строить эту ветку. От Мариуполя до Харькова и, дескать, строить эту ветку будут немцы по своим технологиям. Ну так, я хотел бы вас спросить, граждане Украины, у вас это строительство началось? Или, может быть, уже есть национальный автобан и я что-то не знаю? За один год строительство такого огромного проекта. У нас тут недалеко, в моей же земле, переделывали быстро-скоростную дорогу в автобан. Так называемая Шнельстрасса 10, соединяющая запад страны с югом. Она была всегда переполнена. Приняли решение превратить его в полноценный автобан. И превратили. Но превратили в течение пяти лет. Да, за это время многое сделали. Снесли целую гору, вырубили лес, посадили лес в другом месте. Два великолепных моста, два кольца для разъездов. Дорога прекрасная, как говорится, на века. Но строили вот эту несчастную развилку всего лишь какие-то 7 километров в течение пяти лет. Вот такими приблизительно темпами здесь, в Европе, строятся новые дороги. А тут в 2018 году заявили, что в Украине будет автобан. И президент страны размечтался о том, что не просто автобан, а инфраструктура для электромобилей. Я все время думал, в чем же роль господина Зеленского. Ну, кроме того, что он будет впихивать Донбасс всеми правдами и неправдами назад в Украину. А теперь я понял, он будет веселить, поднимать настроение украинцев, развешивая лапшу на уши. Ну, а молодежь, особенно опадкая на обещания, будут говорить, вот он, настоящий народный президент. Смотрите, какие перспективы в нашей стране, как же все будет замечательно. Вот сейчас придут молодые лица и все переделают. Неважно при этом, что они никогда не занимались политикой и ничего, кроме как сценария для сериала не писали и не снимали рекламных роликов. Но теперь им дадут попробовать рулить страной. Господа граждане Украины, конечно, понятно, что этой петиции вы сейчас не снесете этого президента. Но внимательно всматривайтесь и вслушивайтесь в то, что он говорит. Вот, MIT, MITшники, Массачусетский технологический университет, новая система диагностики рака, рака груди, они презентовали. Я вам скажу, это, конечно же, уникальная штука, это такой, знаете, уникальный, новый, технологический, технологичный доктор хаос. Это переворот, когда ты можешь знать о том, что у человека, человека можешь предсказать рак груди за несколько лет до появления этого рака груди. Можешь предсказать рак груди за несколько лет до появления этого рака груди. Потому что у вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня. Ну Ну Не, ну что-то у меня есть, конечно Да, и вы знаете, я точно не хочу Сегодня вам обещать Золотые горы, обещать, что Поверьте, в течение 5 лет Мы сделаем тысячу Там, заводов Тесла У нас будет гиперлуп между этими заводами Илон Маск будет разрезать ленточку И будет министр инноваций Нет, нет, хотя насчет последнего Вдруг, может, договоримся, я не знаю Всем привет, вы смотрите канал Взял и поехал, и в этом сюжете Речь пойдет о трассе Киев-Одесса По которой я сейчас и еду Начинается все Прекрасно, после Киева 50 километров обалденного Автобана Можно так выразиться Две полосы идеально ровного асфальта С классной разметкой И ты летишь, не думая ни о чем Несмотря даже на жижу Которая вот ввиду плохой погоды Сейчас образовалась на трассе Но дальше постепенно Все мелкими ямами Переходит к крупным ямам И в какой-то момент ты видишь вдалеке Что фуры начинают вот так вилять С правой обочины Куда-то в левую Ну то есть в разделительную полосу Куда-то И это выглядит страшно Потому что если фуры так Мечутся То там какой-то ад И там действительно ад Часто ты просто останавливаешься Чтобы нормально Без происшествий Эти ямы объехать Потому что в некоторые из них Вся машина помещается Ты въезжаешь и выезжаешь Очень много Я поймал таких ям Которые невозможно было объехать Когда я пытался ехать Еще с какой-то скоростью 60-70 километров в час Но в итоге смирился И полз эти 50 километров Где-то со скоростью 20-25 км в час Как и все Фуры влетают в разделительные заграждения Вылетают люди на обочины Стоят люди на обочинах Просто со снятыми колесами Либо у них колеса поломались Согнулись Спустили Кстати Вот я вам говорю И колесо мы видим на обочине Вот таких колес брошенных полно Полно по всей трассе Вот еще остатки Другого колеса вы видите Проволока уже Оно видимо горело Я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok